Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Сегодня видео вот такое яркое, вот видите, какое у нас чистое море. Поэтому видео о вдохновении, о любви, о счастье. У меня здесь нету много технических данных каких-то. Я просто делюсь своим опытом, делюсь своим состоянием, рассказываю о том, что я пронаблюдал, что я увидел. Моя основная цель – это философия, психология жизни. Об этом я и пишу книги. Сейчас как раз пишу продолжение тех, кто читал мою книгу про миры вечного сознания. Там, где ребята, Натом и Анна, ох ты, вот видите, как здорово получается. Путешествуют по вселенным, создают целые миры, гармонизируются, наполняются счастьем, радостью. И я об этом пишу, рассказываю. Книги можно почитать, ссылка будет в описании. Сейчас пишу продолжение, будет третья книга. Знаете, друзья, это очень здорово, когда можно писать книги, когда можно радоваться жизни, наполняться счастьем. И в этом счастье, наверное, проходит вся жизнь. Знаете, когда человек несчастлив, то это не дает ему возможности жить полноценно. И поэтому моей целью быть, есть и будет быть счастливым, помогать становиться счастливым другим. Вот, потому что когда я счастлив, то я могу делать людей счастливыми. Ну, как делать? Делать это, наверное, я не совсем правильно сказал. Я помогаю им осознать свое счастье. И вот находясь в состоянии счастья, каждый человек может наполняться духовной энергией, творить добро, радоваться жизни и быть просто счастливым. Поэтому, друзья, знаете, я когда вот говорю о счастье, многие меня, может, не совсем всегда понимают, но я могу сказать одно, что счастливым быть – это самое важное в жизни. Где бы вы ни ходились, в каких бы условиях, будь вы, не знаю, там, в самых каких-то страшных условиях, очень важно сохранять это счастье. Я это понял на себе, и поэтому говорю об этом другим. Знаете, когда теряется вот это ощущение счастья, творения, мечты, то начинаешь терять самого себя. А чтобы не потерять самого себя, то записываешь видео, общаешься с друзьями, пишешь книги, знаешь. Вот почему вообще, меня спрашивают, почему ты записываешь видео? А для меня это важно, для меня это действительно как какой-то видеоблог. Я пишу о своем состоянии, я говорю, посмотрите, какое море, посмотрите вокруг себя и увидьте что-то. Вы увидите то, что действительно вокруг вас. Потому что бывает, проваливаешься в какую-то пустоту и чувствуешь, ну вообще о чем это все. То есть почему это такое состояние вдруг приключилось. А потом смотришь вот на море вокруг и видишь совсем все иначе. Поэтому что такое вдохновение? Это вдох, это дыхание, это когда ты вдыхаешь чистый воздух, когда ты чувствуешь любовь, когда ты чувствуешь радость жизни. Вот это и есть вдохновение, это и есть счастье. И в этом состоянии счастья, знаете, как прекрасно, друзья, можно творить, можно радоваться жизни, можно быть счастливым. Поэтому я могу сказать, что жизни, я люблю тебя, жизнь. Я хочу быть счастливым, я хочу радоваться жизни, я хочу творить добро. Вот в этом весь мой посыл. Понимаете, творя добро, я делаю, это не для того, чтобы создавать, как говорят, хорошую карму. Нет, просто творить добро, когда хочется его творить. Не потому что надо, не потому что это даже кому-то надо, а потому что ты чувствуешь. Говорят, да, знаешь, как я говорю, я как должен это сделать, я как чувствую, что я должен это сделать, и я это делаю. Бывают последствия, да, не всегда приятные. Вы знаете, друзья, как говорится, лучше попробовать и сделать, чем не сделать. Вот я в один момент не сделал то, что я должен был сделать, да, то есть было у меня, ну вот я чувствовал, что мне необходимо полететь в Таиланд. Но вот из-за, вот как бы, что-то внутри подсказывало, что как, ну вот, какое-то появилось такое смутное ощущение настороженности, страха. И потом вот эта вот история с коронавирусом, вот этот фейк, то есть я, конечно, не верю всему тому, что делают, но суть в том, что перекрывают границы, людей ограничивают, говорят, не ходите сюда, не ходите туда, закрывают пляжи. Это глупость, поймите. То есть я даже на этом не концентрирую внимание, я просто хочу сказать, не верьте глупостям, не верьте всему, что вам говорят. Будьте осознанны, счастливы. Понимаете, вот я занимаюсь процессингом, это вот практика духовного роста уже в течение 20 лет. Я не могу сказать, что я стал каким-то гуру или там тому подобное. Нет, я просто повысил свое понимание счастья. Я стал больше в настоящем времени. Я стал больше людям, ну, общаться как-то с людьми в плане вот улучшения состояния. Я стал проводить людям процессинг. Я в конце концов стал другим человеком. Вот знаете, потому что раньше что меня интересовало? Ну, знаете, очень мало что интересовало. То есть если взять мою жизнь до 20 лет, то ну чем я занимался? То есть это было, знаете, как у молодежи. Какие-то там дискотеки, гулянки, девушки, выпивка. То есть это было, ну, ни о чем. Когда я начал заниматься саентологией, это вот в корне поменяло меня. Почему поменяло? Не потому что это там какая-то философия или религия или еще какая-то психология. Нет, дело вообще не в веровании, а в том, чтобы стать собой. Вы знаете, когда ты чувствуешь себя собой, вот это вот оно. Это самое прекрасное в жизни. Я благодарен моей маме, что она привела меня в саентологию. Я благодарен тем людям, которые дарили мне это. Сейчас я планирую перейти, ну как не перейти, а точнее войти в группу Максима Лебедева «Патрули времени», потому что я почувствовал, ну как бы, что я вот хочу присоединиться к группе. Это очень важно для меня. То есть группе людей, которые действительно занимаются саентологией. Да, они занимаются так, как они это видят. Другие группы занимаются так, как они это видят. Я считаю, что у меня вот такой подход, что каждый человек имеет право на свою разумность. И каждая группа имеет право на свою разумность. И это очень важно. Потому что, будучи разумными, мы можем делать очень важные вещи. Мы можем творить добро, мы можем наполняться счастьем. Поэтому, друзья, знаете, давайте будем объединяться. Вот у меня такой посыл. не разъединяться, не думать о том, что вот это можно, это нельзя, о том, что тут такие всякие злые штуки нам козни строят. Давайте не будем этого делать. Давайте будем честными, благородными, отзывчивыми, радостными. Вот. И во всем этом может помочь процесс инфодитинг. То есть, почему вообще я занялся этой практикой? Вот у меня реально не было понимания жизни. А потом постепенно я стал приходить в настоящее время. В этом мне помогли объективные процессы. Они очень просты. Посмотри на эту стену, дотронься до этой стены, подойди к этой стене. То есть, процессы, которые выводят человека в настоящее время. И вот они помогли мне вернуться в настоящее время. Вот. Я прошел программу очищения, я прошел субъективные процессы, которые помогли мне убрать зависимость, психологическую зависимость от многих вещей. От алкоголя, наркотиков, лекарств, курения. От зависимости от секса, любовных отношений. Понимаете? То есть, какие-то навязчивые стремления. Да, это постепенно уходило. Что-то медленнее, что-то быстрее, что-то потом снова приходило. Но знаете, когда идешь по пути, вот путь, это очень важно. Вот в саентологии есть такая вещь, как мост к полной свободе. То есть, идешь по пути и двигаешься, двигаешься шаг за шагом. И становится все легче, легче. Бывают такие какие-то озарения. Вот понимаешь, я помню в один такой момент, мне так было классно, что я просто ходил и весь сиял. Ты знаешь, вот ходишь, сияешь и наслаждаешься жизнью. Это так прекрасно. Это так классно. А знаете, да, можно делать много прекрасных вещей. Можно наслаждаться жизнью, можно просто, ну, вы знаете, как можно сказать, летать от счастья. И вот я начал в какой-то момент, вот действительно был такой момент, когда я как начал летать от счастья. Это было прекрасно. Вот. Это даже сложно передать словами. Вот. Я назвал это видео вдохновение. Вдыхайте, вот смотрите, наполняйтесь, видите, какая земля. Вот. Горизонт, ну, так называемый горизонт, вот эта линия, да, она плоская. И куда бы мы ни шли, она везде плоская. Просто подумайте об этом, даже посмотрите на небо. Оно тоже имеет определенные вещи, о которых нам не говорят. Послушайте шум моря, друзья, буквально пару секунд. Посмотрите на него. Какое оно прекрасное. это море, это вдохновение, это радость. Друзья, я всех приглашаю искренне в Академию Счастья. Пишите, звоните, все мои контакты под этим видео. Если видео полезно было, поставьте нравится, подпишитесь на канал, ну, я думаю, вы и так уже подписчик. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, поделитесь этим видео с вашими друзьями и включите напоминание, колокольчик, вы будете получать уведомления, мои новые видео выходят ежедневно. Я буду рад общению, мне очень, как бы, приятно, когда вы пишете комментарии, отзывы. Это помогает мне понять лучше себя, потому что все в сознании, все это, по сути, одно, единое сознание. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к медитациям, присоединяйтесь к сессиям. Если нужна помощь, пишите, я проконсультирую первую консультацию бесплатно, а потом начнем плодотворную работу и будем улучшать состояние. Вам благо, счастья и до скорой встречи. Всего доброго!